В блокаду мы остались с мамой вдвоём. В нашей квартире собрались её приятельницы и сверху пришли. И в этой квартире в одной комнате, которая была дальше всех от улицы, в глубине квартиры все изгрудились, стёкла были выбиты, и одно окно закрыли вот этим ковром, турецкий ковёр ручной работы. Потом матрас прислонили к одному окну. Осколки снарядов залетали в окна, застревали в стенах. Тут его ленинградца обстреливали, обрушивали на него смерть, снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь стольких близких, соседей, здоровье потерял. А сейчас здесь же живёт, как все, как все, только со всех сторон окружён памятью. И в нём самая она, та память о блокаде, о всём выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже надо помнить, а если спрашивают, рассказывать. Сколько лет прошло, забывается всё, но ничего не забыто. Эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат и как уверенность, и как надежда, просьба. Да, не забыто. Разве может человек забыть такое, даже если бы и хотел, имел право? Да, всё это помнят все живущие блокадники. Они блокаду выдержали, они переносили её изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но мы, мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые, имеем ли мы право не стараться узнать обо всём, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали, и ради нас они, ленинградцы. И вот сегодня мы пришли к нему, к ней, именно к этому человеку, чтобы всё записать, потому что время всё быстрее уносит свидетелей, участников тех, кто был, кто знал, кто видел. Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами. Ленинградская блокада. Даже мы, прошедшие войну, один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят. Память и понять, и унести безжалостную боль ленинградской памяти легче, если видишь этих людей, самих рассказчиков, а не только слышишь их голоса с магнитофона или читаешь их воспоминания. Многое в этих людях удивительно и неожиданно, но потом все оказывается таким простым, понятным, таким человечным и еще более подозрительным. Многое в этих людях